Самое деликатное в этой ситуации то, что постановление правительства РФ 729, на которое постоянно ссылается спецоператор, регулирует подготовку иностранных граждан, лиц, желающих изучать русский язык, русскую историю и культуру, с тем, чтобы трудоустроиться на территории РФ. Косвенно затрагивается вопрос ФРДО в том числе. Рособорнадзор по совершенно непонятной для нас причине экстраполировал это постановление на все сферы образования, начиная со школьного образования, заканчивая высшим образованием. Но по своей сути здесь очень просто. Достаточно создать три таблицы. Люди, журнал, образовательные программы. И с помощью специальных запросов, которые называются язык структурированных запросов SQL. Здесь вы видите выражение этого. Краткое выражение. Представление информации в нужной для Рособорнадзор форме мы создали и опубликовали эту информацию открыто, только лишь зашифровав СНИЛСы в отношении наших выпускников. Дело в том, что само постановление правительства РФ не содержит условия о собирании данных по СНИЛС. Закон об образовании и специальные письма, регулирующие, что должно содержаться в договоре об оказании платных образовательных услуг, также не содержат обязанности собирать СНИЛС. Видимо, это постановление Рособорнадзор готовилось в спешке с крайне непрежним отношением к юридической технике. Более корректно достигать тех целей, которые поставил Рособорнадзор, проразглашая борьбу с лифовыми дипломами, с проявлениями коррупции в образовательной сфере, состоит в том, чтобы создать распределенный реестр документов об образовании, куда информация могла бы предоставляться бесплатно любой образовательной организации и бесплатно могла бы потребляться всеми заинтересованными лицами с тем, чтобы проверить действительность того или другого диплома. Рассмотрим следующий вопрос, который опять иллюстрирует принцип «Знание силы или эрудиции помогает сэкономить бюджет». Знаете ли вы о возможности приобрести вместо лицензии Windows, которые, как показывает практика, необходимы для диалога с некоторыми государственными органами, потому что они не способны вести их программное обеспечение, ориентированное исключительно на Windows, детища корпорации Microsoft, корпорации США. Это очень абсурдная ситуация, нехорошая, но тем не менее. Можно приобрести вместо лицензии ключ у производителя оригинального оборудования, OEM, сокращенно, что мы и сделали на системе аукционов eBay. Ключ стоит несколько сотен. Нам удалось приобрести ключ у поставщика. Он имел хорошую репутацию, примерно за 240 рублей. Мы пользуемся уже полгода Windows Professional 10 версия. Установили антивирус лицензионный и, вообще говоря, не переплачиваем. Другая возможность состоит в том, чтобы установить бесплатно LibreOffice. Это так называемое кроссплатформенное приложение, позволяющее вам решить все вопросы, связанные с редактированием документов, электронных таблиц, вычерчиванием несложной графики, управлением базы данных с помощью LibreOffice. Практически он дублирует Microsoft Office, но предоставляется пользователю бесплатно.